Там с нашим любимым Босфором есть база отдыха «Акватория». Можно сказать, друзья-соседи. Мы прекрасно отметили День независимости. Хозяин нам устроил прекрасный концерт. Были игры, массовки, было шоу прекрасное, костюмированное. И были песни. Вообще дружеские, знаете, как обнимашки, целовашки и тому подобное. Я немного покажу вам сейчас для разнообразия базу отдыха «Акватория», на которой это все происходило. Ворота открыты. Это вход или выход к морю базы. Только входим. Что мы видим? Видим два корпуса. Один, наверное, новый строится. Второй, так сказать, старый корпус, но он тоже новый. С правой стороны от меня такие беседки стоят. Можно сказать, мангальная зона. Все предусмотрено. Вот прекрасные печи, мангалы. Выведена вода. Столики, где можно уютно посидеть в компании. Просто позавтракать, пообедать и поужинать. Насладиться морским воздухом, морским прибоем. На полу керамическая плитка. Такая вот плитка тротуарная. И входим дальше на базу отдыха. Беседки, беседки, беседки. Дальше я не была. Сейчас пройду посмотрю вместе с вами. Да тут беседок довольно-таки много. Да, здесь уже просто лавочки, столики стоят. Людей на базе отдыхает много, поэтому и мест предусмотрено для застолья много. Цветы, вот они мини-клумбы. Бархатцы, яркие, красивые бархатцы. Все очень ухожено. Еще одна зона отдыха. Корпус в виде сруба. А ива какая роскошная растет. Проходим под ивой. Ой, такие ветви. Красота. А так приятно по ней находиться в тени. Прохожу ивы. Их здесь две. Посмотрите, как аккуратно они растут. Какие для них места. Их поливают, ухаживают за ними. Не зря такие ветви. Разросшиеся, зеленые. И сразу же корпус сруб. Он из дерева полностью. Корпус большой. Возле каждого входа насажены такие, не знаю, елочки, ту или что это такое. В общем, зеленое насаждение деревья вдоль дорожки с левой стороны. По центру от меня детская площадка. Здесь ежедневно каждый вечер проводит аниматор детские шоу для детей, игры, развлечения. Все дети заняты. Просто так они не мотаются по базе. В центре площадка для автомобилей. Все ухожено. Уже с утра убрано. Видно следы полосочки от грабель. Люди еще спят в 8 часов утра. Кто отдыхает, кто на море. Все по-разному. Вот так выглядит база отдыха. Акватория. Хорошая, ухоженная. Начало сентября практически. Люди отдыхают. Люди на базе есть. Люди отдыхают. Море теплое. Погода чудесная. Я иду обратно к выходу с базы. Еще одна ива. Новый корпус. Он уже не деревянный. Да, там еще ремонтные работы идут. Дверь открыта. Люди еще не живут. Так что в следующем сезоне, я думаю, акватория будет готова принять гораздо больше людей, чем в этом году. А я ухожу на свой любимый Босфор. Переверли, они умеют. А запалювать настоящий украинский гопак, чего мы еще не видим. Поэтому именно сейчас я прошу, дети, будь ласка, еще несколько лет назад. Мы сейчас будем смотреться на лучший украинский гопак о выполнении наших козаков. Козаки, запрошу вас немного ближе к нашему последующему майданчику. Подивимось, чим поразить они с этим завданием. Ваши выпуски, поехали! Украинский национальный гопак готовы? Руки сюда. И... Еще давай! А вы плескайте лучше. Лучше! Так, все, 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 дякую вам. Ну что ж, мы побачили, что справедливые козаки. Вы запрошите, я уверен, еще сегодня, так, 8 человек у вашей сети. Будь ласка, и 8 человек, женок або человеков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!